Мы продолжаем разговор о христианской испании в период с 8 по 13 век и сейчас коротко рассмотрим церковь в исследуемый, в рассматриваемый период времени. На северо-западе полуострова можно отметить сохранение и возрождение церковных структур на базе церковной организации Галисии. Собственно, Галисийский карниз, он остается относительно не затронут ведь арабским завоеванием, там остается костяк батрицы церковной организации, остается епархия. И потому к концу 9 века, то есть на самом деле относительно быстро, к концу 9 века на территории Астур-Леонского королевства уже 13 епархий, уже довольно плотная сеть церковной организации. Церковь в этом плане восстанавливается гораздо быстрее, чем светские политические институты. Из характерных особенностей можно выделить поддержание связи с христианскими общинами, старыми общинами полуострова, то есть Кордова, Севилья, Толеда, несмотря на то, что эти общины находились на территории, контролируемой мусульманами. С другой же стороны, крайне слабая связь с Римом. Вот это вот отсутствие коммуникации с Римом усиливалось еще и тем, что в испанской церкви действовал свой обряд. Обряд, который более, собственно, свой чин литургии существовал, да, отличный от римского. Чин литургии, который был известен как мусарабский обряд, рито мусарабе. В конце XI века, немножко забегая вперед в правление Альфонса VI Храброва, именно вопрос об отмене мусарабского обряда и о переводе испанской церкви на римский, на римскую литургию, станет одним из серьезнейших камней преткновения короля и магнатов, как светских, так и духовных, надо сказать. Так что в данном случае стоит отметить связь церквей полуострова между собой, да, вне зависимости от политического контроля. И при этом отсутствие, ну, почти отсутствие коммуникации с Римом. На Востоке будет по-другому, на Востоке полуострова, но оно и понятно, чисто географически, да, из Барселоны дотянуться до Рима по морю гораздо удобнее, чем, скажем, из Кангас-де-Онис или даже из Авьеда. Дотянуться до того же Рима, для чего надо сначала пересечь полуостров, а потом уже путешествовать морем. То есть это просто гораздо менее удобно чисто географически. При этом, поскольку городская организация и сеть городов в Астурии и Леоне долгое время находятся в упадке, вы помните, да, когда мы говорили о первых двух веках существования Астурии и Леонской монархии, астурийские на тот момент ещё монархии, мы говорили о том, что там очень долго действовала тактика вот этих родзия, тактика набегов за добычей, разоряющих походов, а не систематического заселения и восстановления городских центров. Когда же это всё начинается, то есть при том же Альфонсо Третьем, да, такое заселение требует времени, оно не происходит мгновенно, что понятно. При этом города находятся под ударом, как первые точки ударов, например, ответных рейдов мавров. Потому что бить по крупным городам, да ещё и лишённым систематической защиты, гораздо удобнее, нежели гоняться за поселянами, да и выгоднее, собственно. В этой ситуации города не вырастают и не приобретают достаточно длительное время значение центров культурной и религиозной жизни. Эта роль остаётся монастырям и, как следствие, сельским приходом, группирующимся, сколь это вообще возможно, вокруг вышеназванных монастырей. Епископы-прилаты, да, мы об этом опять-таки немножечко уже говорили с вами, составляют вторую вполне органичную часть знати королевства, если первой считать магнатов. То есть те же права, те же привилегии, та же политическая и военная активность, та же забота либо о войне, либо о заселении подконтрольной им территории. То есть это не люди, живущие церковью, как привычно видеть сегодня. Да, это в нашем понимании это совершенно мирские люди, разве что носящие сутану и иногда служащие литургию. При том, что епископы формируют очень органично, то есть формируют вторую часть знати королевства, логичными очень смотрятся попытки короны поставить под свой контроль назначение епископов. Особенно, особенно в отсутствии внятного контакта с Римом. Короли выдвигают своих людей, верных себе, фиделис, да, регис. Они выдвигают своих людей на посты епископов. Тех, разумеется, проталкивают их на выборах, настаивают, назначают епископами. При этом, будучи назначенными или избранными на местах, они не получают утверждения Римом. Отсюда типичная для Иберийского полуострова фигура избранного епископа. С ними сталкиваемся и в раннее средневековое, и в 13 веке, и в 14. Да, избранные, но не утвержденные Римом епископы. То есть, люди короля на епископских кафедрах фактически. Поскольку стремление назначать своих людей на должности епископов и формировать свой подконтрольный себе епископат рождалось далеко не только у королей, но и у крупных магнатов тоже, появляется феномен частных церквей, знакомый, впрочем, и королинкскому миру тоже. То есть, церкви, реально обслуживающие нужды какого-либо магната, а не церкви, собственно, какого-либо магната, пусть даже какого-либо короля, но не церкви. Где-то в 10 веке, причем не в начале, а ближе к концу 10 века, появляется еще один типично астурийский, я бы даже сквастуру, леонский феномен, явление королевских монастырей. Это монастыри, к правилу, крупные, получающие дотации напрямую от короля и выведенные из-под юрисдикции епископов. Возглавляющие их аббаты подчиняются напрямую королю и связаны с королем вассальной клятвой. Классическим примером здесь становится, конечно, знаменитый монастырь святых Факунда и Примитива, вокруг которого возникает, понятно же, испанский город Саагун, Буква Ф и звук Ф редуцируются со временем, уступает место буквы Ача, Немой, и отсюда Саагун. Уже в 11 веке, при Фернандо I, Саагун будет передан в ведомство аббатства Клюни и станет основным очагом Клюнийской реформы на западе полуострова, но это будет после. Пока же он основывается как королевский монастырь. Как королевские монастыри, так и частные монастыри и церкви могли передаваться даже по наследству и таким образом обслуживать духовные нужды целого рода знатно. Монастыри на западе полуострова, при этом на северо-западе, действуют по Вестготскому уставу, так называемый общий устав, иногда связываемый с именем Исидора Севильского, довольно сильно отличающийся от Бенедиктинского устава, по которому жили королинские монастыри. Соответственно, реальные изменения, связанные с статусом церкви в Леоно-Кастильском королевстве, приходятся на правление Фернандо I и Альфонсо VI. Мы об этом еще отдельно поговорим, и это будет связано с клинийской реформой церкви на полуострове в Испании. На востоке. Каталония Рагун-Навара. Здесь церковные структуры восстанавливаются при активнейшем участии королингов. И вполне понятно, что восстанавливаются они по королингскому образцу. Церковные учреждения сразу перестраиваются, изменяется чин литургии, вводится римская литургия, как раз отсутствовавшая в Вестготском королевстве. Вводится римская литургия, укрепляется прямая связь с Римом. Мы говорили, что здесь и географически это удобнее, но плюс с севера есть соседи королинги, и связь с королингами означает тоже связь с Римом. Видно это и применительно к монастырям, которые живут по единому, принятому во всем королингском универсуме уставу Бенедикта Нурсийского в редакции Бенедикта Анянского. На землях монастырей размещаются конники-бенефициари, то есть конники, получающие земли монастыря, в бенефиций, в пользование пожизненное, на условии несения военной службы. Такое классическое феодальное устройство, очень свойственное королингским монастырским структурам. Со времен Карла Мартелла, как минимум. Здесь же вводится единая стройная система церковных платежей, ключевое место, в которое занимает Десятина. Устанавливаются каноникаты городские, и реформируется даже система церковных приходов по королингскому образцу. Ну и наконец сюда клюнийская реформа придет раньше, чем на северо-запад полуострова. Здесь влияние клюний начнет чувствоваться уже в конце Десятого и в первой трети Одиннадцатого века, то есть в правлении, скажем, Рамона Беренгера. Первого уже вовсю будет идти эта реформа. Прервем разговор о церкви и перейдем к очерку культуры христианской Испании в восьмом-одиннадцатом веках. Спасибо.